Ну что, настало время для рейтингов по колде. Привет, дорогие друзья, снова с вами Зэмбирус, давно мы с вами не виделись. В общем, сегодня поговорим о золотых камуфляжах в колде. Это будет такой рейтинг от худших к лучшим. Сразу скажу, что это моё имхо, если вы хотите поставить там, допустим, Call of Duty Ghosts по золотым камуфляжам на первое место, то напишите свой рейтинг от худших к лучших золотых камуфляжей в комментариях под этим видео. А если вы не готовы разбирать прям все Call of Duty, то просто напишите, какой золотой камуфляж вы считаете лучшим, а какой худшим. Ну и да, не забывайте там про ютуберскую всякую лободу, типа лайки, репостики и подписочки. Впервые система золотых камуфляжей появилась в Call of Duty 4 Modern Warfare. Там это была награда за выполнение всех оружейных испытаний. За выполнение испытаний штурмовых винтовок вам Зампелло вручал сразу золотой АК. За ППшки УЗИ, за дробовики Бинелли 10-14, за пулемёты М60, а за снайперки золотой СВД. Ну а за прокачку 55-го ранга вам вручали командирский Дейзерт Игл золотого цвета. Так как у нас в рейтинге есть Modern Warfare Remastered, то Код 4 не будет здесь, потому что, ну во-первых, там золото не на всех стволах, а только на шести стволах. Поэтому зачем мучить старичка? Но сразу могу сказать, что золото Код 4, оно было прям прекрасное, сочное, хромированное, блестело и радовало тупо глаз. Ну и плюс добавляло вам очков к задротскому ЧСВ. Самое мерзкое золото за всю историю колды Call of Duty Ghosts. И тут неважно, играете вы в пастген-версию или версию для PS4, Хуана и ПК. Выглядит как детская неожиданность. Оно мутное и матовое. Какой-то игры с фурнитурой здесь нет, ствол тупо залит сплошной текстурой. Хотя можно попытаться это всё оправдать, мол, типа, действие происходит в сеттинге постапокалиптической Америке, но, блин, это какие-то тупые отмазы, просто ИВшники никогда не умели в нормальное золото. Ну, кроме Код 4, МВ-3. Для получения данного камы нужно было просто выполнить 12 испытаний на стволе. И тут ИВ по факту пошли по пути. Трой ярче, их было Копса 2. И продолжили тенденцию с таким способом анлока золотого камуфляжа. Если вы хотите его открывать, то только если ради какого-нибудь задротского ЧСВ. А так, в принципе, в эту игру и так больно играть даже сейчас. А что уж говорить про такой отвратительный золотой камуфляж. Вангард зомбис! Золотая змея из виноградных зомби у нас влетает на предпоследнее место в моём рейтинге. И у меня, знаете, только один вопрос. А в каком месте эта змея золотая? Может быть я дальтоник, но золота я что-то не вижу. Но главная проблема этого золота это не цвет и не дурацкий рельеф а-ля МВ19 года, а способ открытия. Прокачка золота в зомбиях в ангард. И когда я говорю про ад, я имею ввиду то, что в аду именно так. То есть ты стоишь и бесконечно в одном месте через поломанные спауны пытаешься настрелять миллиард киллов. Чтобы вы понимали, нужно настрелять 4000 зомбей, нужно настрелять 2000 зомбей, используя 7 модулей, нужно настрелять 2000 зомбей, используя договоры на алтаре. Это вы там какие-то сердца отдаёте, ещё что-то. И самое забавное, знаете, в чём заключается? В том, что не все договоры работают. То есть там есть определённые договоры, которые нужно брать. И они очень специфические. То есть один договор на то, что вы должны как бы в движении убивать зомбей, стоя на одном месте, или же просто раздавать криты. Эти договоры, как вы понимаете, они рандомные. Вы можете выбрать только из трёх позиций. И не всегда выпадают нужные. Поэтому этот процесс может затягиваться. До выхода полноценной раундовой карты это можно было сделать быстро, только с помощью ломания спаунов в этом стандартном режиме с хабом. И то там это нужно было делать на ранних волнах, чтобы зомби были слабые, отлетали быстро от ваших попаданий. Но при этом, если вы это всё ломаете на ранних волнах, то у вас, извините, спаунец по пять зомбей. И это был максимально нудный и абсолютно депрессивный геймплей, который мог, ну, в принципе, быстренько вас отправить как раз-таки в ад. Но после выхода Шуненума стало чуть легче. Но всё равно вам нужно каким-то образом, очень хитро выбирать двери, которые вы открываете, чтобы сломать спауны таким образом, чтобы зомби шли с одной стороны. А вы просто в течение нескольких часов стояли и пялили в одну точку. Всё. Короче, я врагу не пожелаю открывать тёмный эфир в Call of Duty Vanguard Zombies. Я это сделал чисто для ролика, который выйдет совсем скоро, рейтинг мастер камуфляжей. Поэтому, пожалейте зомби, он страдал за ваши души. Infinity Warfare. Для открытия золота здесь нужно по классике выполнить 15 испытаний, которые дают доступ к золотому камуфляжу. Но в зомбиах его можно нацепить на любые доступные для кастомизации пушки. Даже никак не парясь. И в целом, на самом деле, это золото вызывает, ну, очень странное ощущение. Потому что взяли цифровой камуфляж, разделили его на две части. То есть на хромовое блестящее золото и на матовое золото, которое почему-то по цвету похоже на шоколад. И в целом, этот камуфляж не вызывает никаких эмоций. Он довольно скучный. А самое главное, что в сеттинге Infinite Warfare можно было придумать что-то более интересное, более оригинальное. Как, в принципе, потом сделали Треярчи в своем Black Ops 4. Благо, мастер камуфляж в Infinite Warfare был прикольный. То есть там он не один даже был, их было два. Золотая змея Call of Duty Cold War Zombies. Во-первых, это самый первый золотой камуфляж зомби-режима. Во-вторых, ну на сей раз, эта золотая змея реально золотая. По факту, это золотой камуфляж с рельефом а-ля змеиная кожа. Плюс вся фурнитура красится в черный цвет по классике Треярчи. Объективно, это отличный камуфляж, который спокойно мог бы попасть в мой топ-5. Но способ анлока портит все. Вам нужно выполнить все зомбячьи испытания на стволе. Конечно, здесь не такой ад, как в Call of Duty Vanguard. Вам нужно всего лишь настрелять 2500 зомбей, 2500 критов, 2500 с помощью улучшенного ствола. Если у вас полностью прокачена пушка, то на это уйдет 1-2 катки до 30-й волны. Короче, это примерно в районе 1-2 часов на пушку. В целом, камуфляж прикольный, но открывать его больно. Даже если вы знаете некие абьюзы, типа стояние на одном месте на карте Маулер Дар Тоттен. MB 2019 года. Первая игра, где Infinity Ward отошли от просто заливки цвета. Мы стали отрисовывать фурнитуру в черный цвет. Но зачем-то они начали добавлять какие-то акценты в лице червяков, которые прорезают полностью золото или фурнитуру. В случае фурнитуры прорезается все золотыми червяками, в случае золота все черными червячками это все прорезано. А еще там есть какая-то непонятная надпись, которая вообще нечитаема, непонятна. Если честно, весь вот этот эффект с неким рельефом, который золотой или черный, он выбивает из колеи. Во-первых, он выглядит странно. Максимально уродский камуфляж на некоторых стволах. На некоторых стволах он выглядит терпимо. Допустим, на моем любимом аккаунт выглядит сочно. Бегать можно. А допустим, если вы возьмете 725-й дробовик, то там он уродливый. Потому что там еще и текстура какого-то маленького разрешения. В общем, очень спорный камуфляж. Но он спорный не только за счет того, что он выглядит странно. Так еще за то, что вам придется пережить невероятные мучения с прокачкой этого золотого камуфляжа. 100 лонгшотов! 100 выстрелов с упора! Это какое-то безумие. Если честно, было больно прокачивать. Во-первых, сама прокачка стволов была растянута в МВ-19 года. Да и эти задания заставляли очень долго ждать божественный плейлист с шутхаусом. Где, в принципе, и лонгшоты, и выстрелы с упора можно выполнять одновременно. Но знаете, были более приятные варианты золотых стволов в МВ-19. Единственная проблема, что они были донатные, платные. По 15 баксов некоторые. Допустим, мой любимый золотой дракон. И это, по-моему, идеальный золотой камуфляж в Modern Warfare 19 года. Который из себя представлял, что золотой калаш с белой фурнитурой выглядит просто бомбически. И почему золото в МВ-19 не выглядит так, как золотой дракон, я не понимаю. Перекрасить фурнитуру в черный был бы идеальный золотой камуфляж. Но нет, надо было добавить какой-то отсебятины, какие-то черные золотые полоски и непонятную нечитаемую надпись. Виноград. Виноградное золото, кроме цвета, ничем не отличается от золотой змеи винограда. Но лично для меня этот вариант приятнее. Золото из МВ-19 года. Здесь менее выражен вот этот рельеф. Тут не так бросаются в глаза вот эти черные полоски на золоте. Акценты не прогрызают золото. И фурнитура практически полностью черная. С точки зрения заданий, тут примерно то же самое, что и в МВ-19 года. Тоже 100 лонгшотов. Но благо с упора нужно настрелять там 50 или 25. Вот за это слэшхаммер, вы молодцы, вы красавчики. Плюсик в карму вангарда. С другой стороны, я так атомный камуфляж и не открыл в вангарде. По той причине, что золото качать на пулеметах это боль. Потому что там нужно совершить 100 киллов через прострел. А это сделать довольно трудно. С другой стороны, у нас добавились задания, которые вас заставляли играть в разных комбинациях модулей. И вот это была прикольная идея, которую я хотел бы увидеть и в будущих играх в Love Duty. Ну а в целом, золото прикольно и лучше, чем в МВ-19 года. Чувствую, что фанаты МВ-19 начинают истерично что-то писать в комментариях под этим видео. Правильно делайте. Красавчики. Black Ops 3. Местное золото это огромный шаг назад по сравнению с Black Ops 1 и Black Ops 2. Теперь это просто заливка цветом. Ничего особенного. Никакой черной фурнитуры. Никаких акцентов. В принципе, выглядит приятно, если вы играете версию ПК, PS4 и Хуана. Если играете на пасгене, то там, в принципе, вся игра уродливая. По заданиям классический набор. 100 хедшотов, потом 10 лонгшотов с модулями, без модулями, 5 кровожадных и все. Золото в кармане. Очень быстрое золото, как, в принципе, во всех старых Call of Duty. Но на фоне Black Ops 1 и Black Ops 2, золото Black Ops 3, ну, типа, ни о чем вообще. Но оно терпимое. Modern Warfare... Modern Warfare 22 года. Золото MWhe 22 нормальное и навыевает воспоминания о моем любимом мультиплеере колды. Modern Warfare 3. На сей раз и вы отказались от золотых и черных канавок, и золото стало выглядеть, на мой взгляд, приятнее. Но все равно, из-за отсутствия нового цвета фурнитуры, золото выглядит странно, как модель, которая отлита золотом, а не как функциональный ствол в золотом цвете. Главная фишка этого золотого камуфляжа — это испытание, которое требуется для его открытия. Больше никаких лонгшотов, больше никаких килов с упором в количестве 100 штук. Система стала напоминать классический Клоу Дьюти. На сей раз вам нужно просто прокачать оружие в максимум и выполнить 5 испытаний. В принципе, это очень похоже на классические задания, только там вместо прокачки нужно было просто настрелять 100 хэдшотов. Плюс-минус это, кстати, занимает столько же время, как и в старых Клоу Дьюти. До идеального золота ИВшникам осталось чуть-чуть. Вот им взять просто МВ-2 золота, где типа и золото, и черная фурнитура, и просто убрать вот эти акценты из вот этих непонятных рельефов, канавок и так далее. Modern Warfare 3. Второе золото в серии игр Клоу Дьюти. И тут еще нет замудренных заданий, тут нет мастер-камо. Для золота требуется просто прокачать ствол до 31 ранга прокачки. Все, предпоследний ранг, кстати. И золото у вас в руках. В целом тут просто заливка цветом, но он такой хромированный, такой блестящий, такой прикольный. Почти зеркальная поверхность. На 10 голов лучше того, что мы видим, допустим, в Клоу Дьюти Гоуст. Даже несмотря на большую разницу движков, на котором базировался Modern Warfare 3 и Клоу Дьюти Гоуст. А еще в темных помещениях иногда глючит освещение, и ствол выглядит как шоколадка. Вот серьезно, Феррайро Роше. Как будто сняли золото, а там вкусный шоколад. Advanced Warfare. Золото в АВ приятно. Оно не режет глаз, а на стандартных стволах даже не вызывает ассоциации с Клоу Надой. Если вы борец против Клоу Нады в Клоу Дьюти, то золотой камуфляж из Advanced Warfare вам зайдет. Потому что на стандартных стволах из-за их очень сложной там формы, отверстий, золото не бросается в глаза. Оно просто приятное, его как-то видно, а как-то и нет. И является неким, знаете, акцентом. А если мы берем какой-нибудь старый добрый АК, СТГ-44, то да, там прям золото в стиле диктатора из Африки, который готов разносить своих соперников на политической арене. Для открытия золота нужно было просто настрелять противника со ствола без модулей. То есть это не является каким-то особенным камуфляжем, потому что там, по-моему, был рояль. Black Ops 4. Очень спорное золото. Разница между консольной версией для стандартного, допустим, PS4 и ПК, но это просто небо и земля. Если брать золото с PS4, Хуана в стандартном своем исполнении, ни Pro-версии, ни X-версии, то оно мутное, как в Клоу Дьюти Гоуст. Но на ПК, где, типа, максимальный графон, оно выглядит приятно. Хотя примерно то же самое, что и в Black Ops 3. Просто заливка цвета. Но есть одна фишка, которая поднимает выше Black Ops 3 этот золотой камуфляж. То, что он реактивный. Это интересная идея, которая была придумана в Black Ops 4. И эта реактивность не такая уж и заметная на золотых стволах Black Ops 4. Это не темная материя, которая после определенного количества киллов превращается в какое-то живое подобие ктулху. Из нее торчат щупальца, оно двигается, пульсирует и меняет цвет. Золото, оно не так сильно бросается в глаза. Там просто микроразряды начинают пробегать по пушечке. И они меняют цвет в зависимости от того, сколько вы настреляли противников из этого оружия. То есть идея с реактивными стволами, она прикольная, но ее нужно использовать довольно аккуратно. Имха, но троярче перемудрились с реактивными камуфляжами в Black Ops Cold War. Которые очень сильно выбиваются из сеттинга. Хотя это можно, наверное, как-то списать на МК Ультра, промытые мозги, какие-то секретные препараты ЦРУ, которые заставляют человека видеть то, что его пушка начинает светиться и трансформироваться. Ну это я так вижу. Это, конечно, притянуто за уши, но так можно оправдать реактивные камуфляжи в Cold War. Modern Warfare Remaster. Золото в Modern Warfare Remaster это практически эталон золотого камуфляжа. Если, допустим, брать всю серию Modern Warfare, то это лучшее золото в Modern Warfare. Выглядит как реально рабочие стволы, которые имеют покрытие под золото. Очень похоже. Да, если что, вот реальные золотые стволы, они на самом деле не золотые. По-моему, там титановое какое-то напыление. Короче, кто шарит золотые стволы и как их делают? Напишите в комментариях, как этот процесс там называется. Там, наверное, какая-нибудь гальваника с использованием титана, еще что-нибудь. Я помню об этом Мэтт с Demolition раньше рассказывал, как он золотил свои стволы. И самое главное, что из-за этого ты веришь в это золото. Много разных акцентов, царапин, отпечатков пальцев и так далее. Вот художникам из Raven Software огромный респект за такое лаконичное и очень реалистичное золото. Но открывается оно в стиле Black Ops 2 и MV1, чьи оружейные испытания просто бахнули в блендер и смешали. То есть тут как в старом MV1 нужно настрелять 150 хедшотов. И плюс добавляются дополнительные испытания в стиле Black Ops там с лонгшотами, выстрелами без модулей, с модулями. Ну вы понимаете. В целом, MVR прям эталон хорошего золота для игры в сеттинге современной войны. Call of Duty Cold War. Cold War, с одной стороны, радует своим золотым камуфляжем на фоне большинства Call of Duty последних лет. Но вот на фоне Black Ops 1 и 2, да, слабовато. Очень странно, Треярдж подошли к фурнитуре, которая покрашена в черный цвет. Допустим, тот же калаш плохо выглядит в золоте, потому что золотые у него только ствольная коробка и крышка ствольной коробки. А все остальное тупо залито черным цветом. В этом плане БО1 был гораздо лучше, потому что он предлагал нам что правильно? Все металлические детали золотые, а все деревянные черные. И это выглядело просто фантастически. Чего здесь нет. То же самое относится к снайперкам. Допустим, моя любимая L96, она же Тундра. Почему у ней деревянная ложа золотое, а все остальное черное? Ну, в этом нет никакой логики. Оно выглядит типа прикольно, но такое чувство, что взяли, я не знаю, фольгу от Фьеррера Роше и наклеили на деревянные детали. Смысл? Не знаю. Допустим, L96 из Black Ops 1 выглядит просто бомбезно, потому что там обратная ситуация. Call of Duty VV2. Если говорить про детализацию золотых камуфляжей, то VV2 обладает самым крутым золотым камуфляжем и по сей день. Если брать стандартные стволы в золоте, то видно, что со стволами воевали. Тот же СТГ-44, весь потертый, царапинах, пятнах, какие-то отпечатки пальцев, еще что-то. Выглядит очень сочно. Большинство стволов, которые обладают минимальным количеством дерева, вызывают дикий восторг. А если мы берем варианты, потому что у нас все варианты были представлены в двух версиях. Типа одна прям факторинью, а вторая как будто ее вытащили из мусорки или из какой-нибудь лужи. Все ржавое, все потертое, золота практически нет. Если на таком стволе использовать золото, то вау. Представьте себе, ржавый Томпсон, у которого проглядывается, что когда-то он был крутым диктаторским стволом, а потом таскали по улице в течение 24 дней, привязав его к танку. Я не знаю, что там делали со стволами, что они такие все ржавые и убитые, но то, как сделано золото в ВВ-2, оно до сих пор поражает. Такого красивого золота до сих пор, к сожалению, нет в колде. Я не понимаю, почему в том же МВ-22 года, с его всеми технологиями, крутым освещением, такой детализации, как в ВВ-2, нет. Вопрос остается открытым. А вот снайперки, да. Вот снайперки, опять же, беда, зачем-то берут и красят вообще все сплошным золотым цветом. Деревянная ложа, золотое, ствол золотое, все золото. Это не очень приятно. Поэтому, опять же, в случае снайперских винтовок отпасают вот эти как раз-таки убитые варианты, которые полностью ржавые, полностью стертые. Вот на них золото более приятно выглядит на снайперских винтовках. Ну и первое место. Ну, пацаны, а кто ожидал чего-то другого? Black Ops 1 и Black Ops 2. Вот это эталон. Сталь золотая, фурнитура черная. Золото не матовое. Хромированное как будто. Идеал. Просто идеал. Понятно, что детализации как VV2 или Modern Warfare Remastered здесь не стоит ожидать. Все же Black Ops 1 игра 2010 года. Но вы просто представьте такое золото из детализации VV2. Просто золотой камуфляж магии мечты. Единственная проблема в золоте BO1 это система анлоков. 50 тысяч кодпоинтсов. Слава богу, не донатных, а внутриигровых. Нужно потратить, чтобы получить этот золотой камуфляж. И то вы не сразу получаете доступ к покупке. Для этого нужно прокачать 14 престиж. То есть 14 раз скинуть свой левел. Но оно того стоит. Потому что золото в этой игре самое лучшее золото во всем Call of Duty. Но ситуацию с анлоком исправил Black Ops 2. Который ввел новую систему анлоков. Которая по факту до сих пор используется во всех Call of Duty. То есть вы настреливаете 100 хэдшотов. И открывается доступ к 5-6 испытаниям. Которые дают вам золотой камуфляж. Ну а само золото в Black Ops 2 плюс. Минус такое же как в BO1. Ну только оно не так сильно хромировано. Ну а так в целом все остается. Фурнитурка вся черненькая. А металлические детали они золотые. Хотя в случае с карой это довольно забавно выглядит. Потому что он нифига не металлический. Но в целом для меня как был эталоном Black Ops 1, Black Ops 2 по золотому камуфляжу. Так и остался. Что вы думаете по поводу золотых камуфляжей Call of Duty. Пишите все в комментариях. Какой лучший, какой худший. И увидимся с вами в ближайшее время. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok